всем привет наша цивилизация уже два с половиной года летит в пропасть набирая скорость о чем я вас неоднократно предупреждал уже несколько лет и основные катаклизмы еще впереди жертвы уже есть и будет еще очень много и чтобы не оказаться в их числе следует быть готовым к испытаниям кто меня знает по тубовским роликам вероятно помню что я обучался на высших курсах по парапсихологии более 30 лет назад с нами проводили многочисленные тренинги по владению использованию биоэнергии все это может быть достаточно сложным для многих и непонятным по сути да и в те годы подобное было сакральной тайной которые открывали далеко не каждым тому же и далеко не каждый мог овладеть подобными занятиями с энергией почему я решил поделиться возможностью обучения владения энергии тут несколько причин главное как я уже сказал в начале надвигающаяся катастрофа выживут только те кто сможет ее перенести для этого надо кое-чему научиться и теперь неважно насколько многие из вас овладеют способностями управлять энергией важно то что у вас имеется ввиду мои многотысячные последователи и пользователи энергопосохами во всем мире появился инструмент или прибор или оборудование как хотите его называйте который станет вашим тренажером и защитником множество раз я вам говорил чтобы вы запасались посохами моей разработки так как они в ближайшем будущем станут серьезной защитой для выживания я вам во всех подробностях рассказал и показал как его делать и как пользоваться но главное будет впереди поэтому настоятельно рекомендую у кого из заточные руки собирать посохи и хоть с какого подручного материала вариантов я вам предоставил великое множество и есть еще одна причина из-за чего я так заметно активизировался на ю тубе хотя уже собирался окончательно забросить я попал под серьезную раздачу и прямо сейчас меня пытается закатать огромным катком в асфальт невозможно предугадать чем все закончится но напомню что у нас сейчас аналогия 37 года когда за невинную шутку можно было попасть под расстрел ну или лагеря что еще хуже если меня так сказать закроют то я хотел бы максимально выдать полезной информации для возможного вашего выживания в будущем настоятельно прошу иметь ввиду что сеанс тренинга проводится для тех кто в теме про мою деятельность и если вы не в курсе то не стоит делать удивленно круглые глаза тем более выдавливать из себя некий сарказм или изучите тему или отползите тихо в кусты вас все равно уже не спасти ну и последнее огромная просьба тем кто получит какие-либо результаты написать в комментариях возможно этим вы вдохновите колеблющиеся и спасете чьи-то жизни и конечно если у вас посох наличие то упражнение проводите с включенным но стоять он должен от вас более чем на метр это вам значительно поможет в освоении у тех кого еще нет посоха просто будет сложнее чуть не забыл если буду еще не гранищен возможностях и смогу отбиться то на днях обязательно проведу стрим а теперь открываем секреты упражнение относительно несложное если его делать регулярно вы начнете чувствовать энергию конечно далеко не все и не всем это дано некоторые могут сразу это почувствовать особенно кто занимается тренингами различными по энергии ну подавляющим большинстве этому надо научиться но все возможным я научился буквально за пару дней этому свое время 30 лет назад значит весь смысл это упражнение мы должны расслабиться примерно то же самое как в армии есть команда смирно а есть команда вольного вот когда вы вольно вы расслабляетесь примерно ноги на ширине плеч расслабленные все мысли все в сторону убираем и чисто сосредотачиваемся на самом упражнении в первую очередь нам надо стать лицом на восток что это значит солнце сходит оттуда при движении вращение планеты нам навстречу идет энергия и вот мы становимся в этот поток поток энергии от солнца идет навстречу и мы просто ставим руки навстречу этому потоку они могут стоять и вот так вы можете вот так вот делать сможете поднять над головой как это делают многие регулиозные виды это особо не имеет значения в на будущее когда вы этому научитесь это вообще не нужно будет делать это все вы можете делать абсолютно мысленно и просто в воображении своем но на первое время это необходимо так как вам надо физически соединиться с энергией вот мы становимся на восток расслабляемся и на вдохе ловим энергию кончиками пальцев и ладонью вот сюда делаем глубокий вдох потом вот так делаем руки на солнечное сплетение и глубоко выдыхаем то есть мы вкачиваем энергию сюда который потоком прет на нас и выдыхаем ее сюда она идет не во внутрь ну в общем то и во внутрь энергоканалом ну вообще то она заполняет как бы нашу область окружающую то есть нашу оболочку наполняет вот так делаем минимум три раза то есть эти упражнения делаются все по 3 6 9 12 и так далее троекратном количестве раз хоть 30 раз все это должно быть троекратно и после этого мы вот выдохнули и делаем вот так что это значит мы когда вдыхаем энергию она у нас вот здесь собирается я вам показывал ролик где космонавт в невесомости водой себя пытается умыть вот она зиму обволакивает примерно так же обволакивает и энергия наши руки когда он собирается только вода имеет вес и конечность а энергия она вот здесь имеет максимальную напряженность а потом постепенно все меньше и меньше становится и вот мы эту энергию когда собираем на потоке и потом выдыхаем в себя нам ее надо обрезать иначе вот эти движения которые мы делаем эта энергия будет тянуться за нами все время то есть вот мы взяли энергию сюда в дуле и если мы не закроем то она опять потянется на наших руках потому что она прилипла к нашим рукам поэтому надо делать обязательно вот так опять же на будущее это все не нужно будет это нужно для того чтобы научиться понимать чувствовать энергию и научиться ее реализовывать правильно сделали вот так вот три раза дальше мы когда вкачали в себя энергию она у нас находится в таком подвешенном состоянии вот мы ее представляем что собираем вот здесь вот то есть это может быть какие-то шары это может быть просто вот какое-то желе своеобразное можете почувствовать что у вас какой-то вес но имейте ввиду что энергия не имеет ни веса и это не материя ни объема ни массы она просто состояние покоя вы ее никак не можете чувствовать ее можно чувствовать только в движении поэтому делаем предварительно вот такую настройку сперва делаем вот так просто быстро руками и вы почувствуете поток воздуха вот воздух вокруг нас и вот мы будем чувствовать его сопротивление когда делаем быстрое движение руками вот то есть мы это чувствуем даже вот у кого есть много волос вот они тоже могут и волосками это чувствовать да и старайтесь синтетику на себя не одевать в это время потому что у вас могут быть ложные срабатывания именно на статику она здесь не нужна нам и вот когда вы делаете быстрое движение вы чувствуете какое-то сопротивление воздуха окружающего надо замедлять это движение так чтобы мы перестали это чувствовать и потом ну например вот так вот мы уже не чувствуем к примеру и потом делаем еще почти два раза медленнее вот такие движения и вот эти движения мы уже протестировав пытаемся на этих ладонях вот вот здесь вот именно не вес а сопротивление окружающей среды то есть сама энергия при движении она будет сопротивляться этому движению так как она будет пытаться цепляться за окружающее пространство и вот мы будем чувствовать что у нас какой-то здесь желеобразный изгусток то есть плавно плавно мы вот делаем такие движения и чувствуем сопротивляемость вот на кончиках пальцев где-то на прямо над поверхностью пальцев вот здесь вот это уже будет у каждого свои индивидуальные ощущения вот вы чувствуете это настраиваетесь и вот эту энергию вы поднимаете но поднимаете так словно у вас тут пластиковый стаканчик с налитой водой то есть вы должны поднять так вот так развернуть руки и над головой плавно опуская вот строго по оболочке нашей защитной и до самого пола это воображать надо это не надо пальцы тянут в полу просто вы вот так вот выпрямляете оболочку и по ней раскатываете эту энергию или она у вас растекается эта энергия то есть вот вы делаете вот так стараетесь ее держать чтобы она у вас как бы не уплыла удерживаете ее поднимаете над головой в виде кокона и в пол то есть где ноги после этого опять же замыкаете чтобы опять же у вас за руками эта энергия не поползла дальше опять и опять три раза минимум то есть по три раза вы делаете вот такое упражнение сделали три раза то или шесть или девять сделали такое же упражнение три раза шесть девять вот такое на растекание энергии то есть вот так вы делаете глубокий вдох подняли над головой опустили опустили выдыхаете полностью глубоко замыкаете и дальше третью правой рукой наверх на левую я то левша но это не имеет значения все равно правая вверх вот вот эта энергия которая теперь у вас накоплена и распределена внутри вас находится осталась остаточная грязь энергетическая грязь вот вы ее на вдохе глубоком поднимаете примерно на уровне лба вот так вот и выдавливаете как поршнем вниз опять же до самого пола и дальше в магму в землю в ядро куда угодно то есть она у вас должна сгореть просто это грязная энергия и опять не забываем делать вот так то есть собрали распределили то есть почувствовали энергию вот здесь распределили по всему периметру оболочки и поршнем выдавили всю грязь вот вы уравновесили свою систему и когда вы это упражнение делаете в этих промежутках вы будете чувствовать но опять же это со временем не все вы почувствуете вот именно вот это вот ощущение веса энергии точнее ее сопротивление и вот когда вы будете распределять оболочку вы очень хорошо будете на этих кончиках пальцев чувствовать как у вас эта энергия прямо вот по этой оболочке растекается вот когда у вас такие ощущения будут вот у вас есть посох вот он все время был включен вы вы тогда сможете чувствовать энергию этого посоха уже вот так вот то есть вы опять же у меня левая рука более такая чувствительная и вы вот примерно там зависимости от того какой у вас посох какая мощность и все остальное какая геометрия вы будете чувствовать его излучение именно биоэнергетическую оболочку вот на грани кто что я вам рассказывал прошлый раз то что вот он излучает какую-то электро типа электростатической энергии и которая постепенно приходя сюда уже дальше выходит как биоэнергия и вот этот край вы уже можете чувствовать и дальше возможно когда-то я вам расскажу как распределять и как работать с этой энергии дальше и как ее использовать уже если вы научитесь и и чувствовать и потом управлять и и Продолжение следует...